Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Очень непростые времена переживает организация по борьбе с преступностью и коррупцией. Неожиданная смерть Александра Ширвинда, постоянные нападения и покушения на членов комитета и тяжелейшее состояние здоровья ведущих артистов Юрия Антонова и Вячеслава Малежика. Однако справедливость все-таки победила. Главный предатель, который организовывал преступления против антикоррупционного комитета, понес заслуженное и неожиданное наказание. Несколько дней назад был арестован заместитель начальника полиции России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Александр Сергеевич Шишкин, который первоначально занимался безопасностью антикоррупционного комитета, однако позже оказалось, что он был предателем и сливал всю информацию о работе организации врагам комитета. Однако судьба сложилась так, что Александр Сергеевич не дожил до суда. Сегодня утром произошло трагическое событие. Сегодня во время допроса полицейский начальник неожиданно вырвал пистолет у конвойного и сделал себе несколько выстрелов в область лица. Спасти генерала-майора не удалось. Александр Шишкин позорно и бесславно закончил свой предательский путь. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. По предварительным данным прощания с членом антикоррупционного комитета легендарным советским и российским актером Александром Ширвиндом состоится 18 марта на Новодевичьем кладбище. Несколько сот российских граждан изъявили желание вступить в антикоррупционный комитет и через электронную почту организации оформили свои онлайн заявки. Начальник пресс-службы организации Мария Шукшина еще раз подтвердила информацию, что вся работа в организации на добровольной основе и общественных началах. Сыну Александра Ширвинда Михаилу, несмотря на трагическую ситуацию, отказали о вступлении в антикоррупционный комитет в связи с его ненадежной политической и социальной позицией. У известного телеведущего Ивана Урганта был арестован личный автопарк на 40 автомобилей, среди которых 20 автомобилей иностранного происхождения, а 20 грузовые машины. Грузовые автомобили будут использованы в зоны спецоперации, судьба 20 иностранных машин пока не определена. Причина ареста – длительная неуплата налогов и сомнительное происхождение автотранспорта. Состояние членов комитета Юрия Антонова и Вячеслава Добрынина остается тяжелым. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.